7 ноября 1977 года в городе Одинцово был организован кружок самодеятельных художников «Этюд». Тогда живописцев было лишь трое – Григорий Клименко, Николай Литвинов и Василий Ланевич. На сегодняшний день творческое объединение насчитывает 120 художников, 53 из которых активно участвуют в выставках как в России, так и за рубежом. Мы давно вместе, как бы ходим на «Этюды» постоянно, дружим. Я очень люблю цветы, лично я очень люблю цветы, очень люблю наш город Звенигород, очень люблю хороших людей. Наши ближайшие соседи, звенигородские художники, тоже состоят в «Этюде» и ежегодно выставляются в Одинцово. В этот раз свои полотна привезли шесть художников – Татьяна Хромова, Нина Маслова, Анна Соколова, Светлана Кулик и Юрий Погодин, который в годы Великой Отечественной войны был узником концлагеря. Но глядя на его картины с нежными полевыми цветами, не возникает ни малейшего ощущения, что человек пережил такие горести судьбы. Символично, что художественная выставка названа «Осенний вальс». Ведь рассматривая каждую картину, в буквальном смысле может скружиться голова от обилия ярких и солнечных красок, наполняющих этот зал. Также свои полотна в технике акварель выставила Тамара Старостина. Прозрачными мазками ей легче всего выразить свои душевные переживания и мысли. Картину Липа Чехова художница написала буквально за год до гибели дерева, которая еще застала великого русского писателя. Видно, как мучительно Липа погибает, и ее сердце постепенно останавливается. Сейчас на ее месте высажена молодая Липа. И все равно сюда приходят экскурсии, они посещают место, где любил отдыхать Чехов. Напротив этой Липы расположена больница, где он работал. И, конечно, есть памятники, два памятника Чехова в Звенихграде. И, конечно, мы очень любим этого писателя, как и весь мир, который его любит. В художественной инсталляции также представлены мебель и деревянные поделки из вишни, кленового и березового капа. Их автор Валерий Кузин. Отличительная черта звенегородских художников – это дружба крепкая. Мы, любители, выходить на этюды, пишем на живую. Еще самое главное – это свободолюбивые художники, свободные художники. Вы обратите внимание, какой стиль написания у звенегородских художников. Он неповторим, и каждый художник узнаваемый, и стиль написания неповторим. Выставка «Осенний вальс» продлится недолго – всего две недели, до 16 октября. Но этого времени достаточно, чтобы выделить в своем насыщенном графике несколько часов и посетить эту прекрасную выставку. Екатерина Старосветская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Это очень полезно, потому что в наших работах…